Привет, друзья! Сегодня речь пойдёт о двухлетнем периоде в моей практике, который был мне весьма полезен с точки зрения расширения моего кругозора. Но давайте сначала посмотрим несколько фотографий, где ваш покорный слуга за роялем и аккомпанирует маленькой девочке Любе Орловой, той самой знаменитой киноактрисы, которая стала легендой советского сталинского кинематографа. И именно ей был посвящён этот художественный киносериал. Фильм этот снимала киностудия «Фаворит», и картина эта называется «Орлова и Александров». Если признаться честно, я до этого момента никогда не снимался в кино. Ну, правда, я выступал на телевидении и неоднократно, а вот в кино нет. И вот предоставилась такая возможность. Объяснять не буду, как. Ну, наверное, я туда попал, кто-то меня вычислил, скорее всего, в интернете. И вот я поехал на первую киносъёмку. Происходило это в горках Ленинских, в бывшем имении Савы Морозова, где вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин провёл свои последние годы жизни. Сейчас этот знаменитый музей всё ещё работает, но, если так можно выразиться, в полуобморочном состоянии. А раньше, до августа 1991 года, это был музей мирового значения. Сюда приезжали делегации из многих разных стран. Пока шла подготовка к съёмкам, работницы музея разрешили мне пофотографировать всё то, что было в комнатах музея. Я с ними разговаривался. Это местные жительницы, пенсионерки, знают всё об этом музее. И сказали мне, что музей сейчас в запущении. Денег дают мало. Посетителей почти нет. Вот на этом фото инвалидная коляска, на которой Ленин передвигался. А за ней самоходная коляска, которую изобрели и сделали специально для вождя мирового пролетариата. Но, скорее всего, он ей не пользовался. Главным вопросом его жизни была связь с внешним миром. И вот здесь его рабочий стол оборудован по последнему слову техники того времени. Комнаты, в которых жил Ильич, утопают в роскоши. Посмотрите и убедитесь сами. Здесь выступали многие музыканты, пианисты, чтобы как-то развлечь и подбодрить Ульянова Ленина. Ну, вот, собственно, после вот этой фотосессии меня загримировали, дали костюм времён начала 20-го века на рояле, который стоял в комнате, где снимался фильм. Ну, на этом рояле нельзя было играть. Он был совершенно расстроен, разбит. И поэтому надо было просто имитировать игру, изображать, что ты вроде как играешь на нём. Песня, которую пела девочка, называлась «Уходит день» композитора Иоганна Себастьяна Баха. Мелодия, конечно, мрачноватая, но это и понятно. Это ведь музыка начала 18-го века. Меня познакомили с киноактером Владимиром Кореневым. Этот актёр знаменит тем, что ещё в молодом возрасте сыграл роль Ихтиандра в знаменитом кинофильме «Человек-амфибия», который вышел на экраны страны ещё в 1962 году. И я ещё тогда подростком был в восхищении от этого фильма и не мог даже мечтать, что судьба меня сведёт с этим замечательным актёром. Он оказался человеком очень общительным, рассказал мне много подробностей о том фильме и заодно даже несколько анекдотов. А затем попросил меня показать, как надо держать руки на клавиатуре рояля, так как он играл роль в этом фильме профессора музыки. У которого училась Любовь Орлова. Её роль в этом фильме сыграла актриса Олеся Судзиловская. Роль Александрова сыграл киноактер Андрей Белый. И роль Утёсова сыграл актёр Николай Добрынин. Ну а забегая вперёд, я скажу, что после этой съёмки на мою долю выпало немало работы. Во-первых, мне пришлось провести полный кастинг всех музыкальных актёров на протяжении всех 16 серий. То есть все музыканты, которые снялись в этом фильме, это моя работа. Я их приглашал, я их находил. Огромную роль в этом фильме сыграл симфонический оркестр Малого театра, который я тоже пригласил на этот фильм. Киносъёмки этого фильма также происходили во дворце графа Шереметьева, а затем в зале ресторана «Ипподром» в Москве и также на даче Сталина, где камерный оркестр исполнил под запись моей аранжировки грузинскую народную песню «Ласточка». Если среди вас есть такие, кто заинтересовался этим фильмом, то найти его в интернете довольно просто. В гугле, в поиске наберите «Орлова и Александров». О художественных ценностях этой картины сказать я ничего не могу, это не по моей части. Скажу одно, мне всё это было интересно и полезно во всех отношениях. Ну а теперь давайте посмотрим небольшой фрагмент этой картины. Сейчас вы увидите, как Люба Орлова, ещё будучи совсем маленькой девочкой, поёт вместе с Фёдором Шаляпиным вот эту вот самую песню «Уходит день». Кстати, фотограф и скрипач оказались замечательными ребятами, с которыми я разговаривался на тему яблок и что с ними делать. Я имею в виду сад, в котором есть эти яблоки, как их перерабатывать. И они мне дружно посоветовали, что надо делать кальвадос, но это уже другая тема. Итак, ну и мне хотелось бы заранее с вами попрощаться, напомнить, как всегда, что регулярно, еженедельно мои выпуски передач – это пятница и среда. Значит, следующая наша встреча будет в среду на следующей неделе. Ну что ж, увидимся, услышимся. Всего вам хорошего настроения, бодрости, здоровья, присутствия хорошего духа. Ну и пока, ребята, пока. Ого, и чуть не забыл, ребята. Самое главное, давайте подписывайтесь. Чем нас больше, тем веселее жить. Итак, фрагмент из кинофильма «Орлова и Александров». Смотрим, пожалуйста. Милейша, чей это ребенок? Это Любушка, дочь Петра Федоровича Орлова, из дворянского рода Сухотиных. В самом деле, поэт хорошо. Чудесный ангелочек. Благодарю вас, господа. Ну что, пойдем. Господа, дуэт. Приходом дня я радостно ощущаю, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.